Далее программа международная. Ну а сейчас несколько слов об образовании, точнее о школах Татарстана, в которых к изучению литературы подошли, ну скажем так, весьма креативно. Вот, например, небольшая выдержка из олимпиадного задания опубликовали в сети и обсуждают уже несколько дней. И вовсе не школьники, а родители. А всё потому, что их детям предложили обогатить свой словарный запас вот такими вот выражениями. Ну вот, старый говнюк, пожалуйста, мудильник стейросовый, я не знаю, что это такое, козлище вонючее и ещё одно словосочетание с эпитетом замшелый. Но не хотелось бы произносить это в эфире. Всё это часть рассказа, о которой участниками олимпиады по литературе предложили проанализировать. Но случился конфуз и скандал. Родители почитали текст и посчитали его, мягко говоря, неподходящим для тренировки филологических навыков детей. Как оказалось, удивились и педагоги. Теперь уже анализируют, как ругательства попали в школьные задания. В студии Наталья Соловьёва. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, кричат автора автора? Автор давно известен, как выяснилось, разобран на цитаты. Пять строк, двадцать слов. Это отрывок из рассказа «Скрипка Страдивари» современного автора Алексея Слоповского. Школьники его цитируют наизусть, но, пожалуй, впервые такой прилежности учителя и родители не рады. В большинстве школ текст произведений из программы олимпиады изъяли под давлением родительских комитетов. Его пришлось заменить, например, стихами Игоря Северянина и Белла Ахмадулиной на то, что принято считать пристойной лирикой. Как минимум, дети получают урок педагогический, что это хорошо, это правильно, абсолютно допустимо, нормальная лексика. Вот что самое страшное, потому что со стороны взрослых педагогов, учителей, олимпиады подавать вот такой материал, собственно говоря, с грязными ругательствами, это подмена понятий детей наших кем хотят сделать, чтобы они это усваивали как норму. Сигналы о крепком слове под прикрытием МУМЗы, проникшем в умы десятиклассников, обсудили чиновники. Произведения Слоповского в прямом смысле открыли на внеплановом совещании в Республиканском Миноборнауке. Задание для олимпиады в соответствии с порядком проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады по литературе готовил авторитетный эксперт, член жюри заключительного Всероссийского этапа олимпиады, а затем направил методисту Республиканского олимпиадного центра. И вот теперь всем методистам и экспертам рекомендовано усилить контроль за содержанием региональных олимпиад и не только по литературе. Но только обсценная лексика давно прописалась в текстах заданий, ведь они подразумевают знания учениками не только школьной программы. Я помню пару лет назад на олимпиаде уже заключительном этапе по литературе, то есть та, которая уже на федеральном уровне составляется, где уже там эксперты, профи и так далее. Ну, там был текст, содержавший просторечную лексию, ругательство в духе с***а могло присутствовать, и тогда это никаких споров особо не вызывало. Все объясняет задумкой автора, ведь в уста пьяного матроса, например, высокий слог не вложишь. Поэзия 18+, есть у Пушкина, Лермонтова, Есенина. Один день Ивана Денисовича Солженицына вообще сложно представить без креативной формы жаргона. Я, как учитель русского языка, для себя всегда решаю эту дилемму, что делать с такими словами, с бранными, просторечными. Невозможно объяснить, что эти слова являются табуированными, что их употребление ограничено, не знакомя с этими словами. Этой цели можно было достичь более элегантными способами. Это дело является иллюстрацией известной нашей современной пословицы «хотелось как лучше, а получилось как всегда». Что касается конкретного произведения Алексея Слоповского, оно входит в пособие для 10-х и 11-х классов. Сборник допущен российским Мином Барнауке в качестве учебного пособия. И более того, отрывки и скрипки Страдивари уже предлагались для анализа на ЕГЭ. Сам автор, бывший учитель русского языка и литературы, активно издается, переведен на многие языки, четырежды финалист премии Букера. Но при этом сам школьникам советуют другие свои произведения. Словом, любому произведению должно быть время, место и повод. И выбирать их теперь педагоги обещают тщательнее. Наталья Славьева о великом и могучем.